здравствуйте вас приветствует канал идеальный мир и вместе с вами я высевала эустому массовая схожесть у меня была примерно на 10 день после посева эустомы сегодня 23 января то есть моей эустоме один месяц на мой взгляд эустома себя чувствует даже очень неплохо появились две пары настоящих листочков единственное что вот два этих товарища они немножечко отстают они и проросли чуть позже но в среднем эустома выглядит на мой взгляд неплохо по сортам если взять рядочки то можно видеть что например этот ряд развивается абсолютно одинаково здесь тоже все довольно таки неплохо листья как вы можете заметить тоже отличаются по сортам здесь были такие округлые листочки этот сорт уже имеет более вытянутую форму листвы то есть можно уже заметить сколько те отличия по сортам напомню вам что высывала я свою эустому вот с такой в этом сезоне дренажной подушкой для того чтобы корневая система дышала есть видео посев на моем канале кому интересно более подробно можете посмотреть высевала свою эустому на довольно таки большом расстоянии друг от дружки располагала рядочки около трех а то и четырех сантиметров для того чтобы эустому хорошо проветривалась это раз и для того чтобы я имела возможность делать рахление в между рядях для того чтобы запускать корням свежий воздух кислород и напомню вам что когда появились сходы я присыпалась эустому песком песок плюс зола на стакан мелкого песка я добавляла одну хорошую такую чайную ложку золы древесной золы и присыпала всходы для того чтобы не дать распространяться зеленому налету который появился у меня из-за повышенной влажности воздуха в контейнере что же я еще сделала со своей стомой я свою устому после появления первой пары настоящих листочков вот она первая пара настоящих листочков я ее подкормила кальциевой селитрой 2 грамма на один литр воды без хлора вот она кальциевая селитра и еще я успела свою стому из мелко дисперсного распылителя увлажнить по листу таким замечательным препаратом как циркон 1 2 капельки на 1 литр воды и увлажняем по листу все больше ничем свою стом на сегодняшний день я не подкармливала ну вот буквально завтра послезавтра я буду поливать свою устому так как вижу что грунт уже подсохнет я буду поливать таким замечательным удобрением как кристаллон добавлю буквально один грамм на литр воды и подкормлю свою устомку кристаллоном зеленым формула кристаллона зеленого напомню вам 18 18 18 плюс микроэлементы и буду чередовать минеральные подкормки с органикой в качестве органики вы можете взять биогумус для рассады биогумус универсальный для у вас например нет ваших специализированных магазинах такого биогумуса вы можете заменить биогумусом вот таким пакете он я думаю есть везде стопроцентный биогумус вот он пакетик я прикупила 3 литра в данном пакете вы можете взять на банку 05 например взять буквально вот она чайная ложка биогумуса и размешать с водичкой я обычно делаю вечером и уже утром можно подкармливать оставляю такой раствор настояться и подкармливаю под корень вот тоже прекрасное удобрение органическое для нашей рассады и устомы скрывать свою сторону я буду примерно через недельки две так как вижу что в данном контейнере вместо еще пока всем хватает плюс ко всему хочу чтобы вот эти отстающие всходы немножечко крепли подросли вместо всем хватает никто никого не притеняют ну вот здесь например только начинается борьба за освещение а так в целом никто пока еще никому не мешает то есть буду видеть по тому как развивается рассада это что касаемо устомы развития устомы который один месяц и что я вам хотела еще сегодня рассказать и показать я сегодня хочу попробовать укоренить устому получается с зимой на эти пятна не обращайте внимание это никакая не болезнь это я опять-таки обрабатывала всю свою рассаду все свои цветочки по листу цирконом так вот сегодня я хочу срезать эти два боковых побега и укоренить напомню вам что осенью я ее занесла в дом срезав центральный побег и решила попробовать сохранить дома в условиях квартиры находится устома у меня на стеллаже с основной все мои рассады но чувствует так сказать неплохо но и не замечательно не могу сказать что супер на мой взгляд лучше посадить свежие экземпляры которые полны сил и энергии для того чтобы радовать нас своим цветением был у меня эксперимент с устомы и весьма удачно я думаю многие уже видели видео укоренение моего устомки летнего и многие также пишут комментариях что получилось укоренивать устома хотя до этого все твердили вокруг что устома не укореняема и так попробуем укоренить устом зимой срезаю такой замечательный на мой взгляд черенок острым предметом удаляю две пары нижних листьев а я я травмировала стебель когда отрывала листочек да лучше срезать все таки не рискуйте особенно когда у вас материала так мало как у меня ну что ж будем надеяться что все пойдет по плану я небольшой такой стаканчик насыпала на дно агро перлит 100 граммовый стаканчик сделаю сейчас лунку припудрю черенок корневином вот он так выглядит корневин слегка припудрим черенок и помещают черенок у грунт проливаю водой у меня чистая вода комнатной температуры хорошенько увлажняю и помещаю свой черенок напомню вам сегодня давайте лучше запишу сегодня у нас 23 января 23 0 1 и создаю мини тепличку накрою банкой это черенок я отправлю на стеллаж под дополнительное освещение хочется верить что поврежденный стебель никак не повлияет на укоренение эустома и 2 черенок давайте срежем и попробуем укоренить как я это уже делала в воде срезаю черенок удаляю опять нижние листья видится первый опыт меня никак не научила 5 отщипнула стоило бы срезать в рюмочку наливаю воду и в эту водичку я хочу добавить опущу в эту водичку я хочу добавить одну капельку циркона у нас же эксперимент и помещаю свой черенок водичку с цирконом 1 капелька 1 2 капли циркона на такую небольшую рюмочку оставлю так свой черенок на 5-6 часов а затем воду я поменяю налью чистую водичку без добавления чего-либо и будет укореняться мой второй черенок также на стеллаже под дополнительным освещением вот такой эксперимент всем спасибо за внимание здоровой и крепкой рассады и всего самого-самого доброго